Итак, вы программист. Вы хотите зарабатывать круглые суммы, желательно в валюте и желательно в компании, которая работает над проектом, который вам интересен, чтобы получать удовольствие от работы. В этом видео разберем, где такую работу искать, насколько реально ее получить и на какую оплату рассчитывать. Мы будем говорить о рынке работы США, немного Европы, как специализацию. Я говорю разработчик, но подразумеваю разработчик мобильных приложений, веб, поэтому веб-энд-девелоперы или бэкэнд вам сюда, потому что принцип поиска работы одинаков. Это видео вас либо огорчит, либо вдохновит на новое свершение. Давайте же разберем, что из двух. Если вы программист, вы наверняка слышали, а возможно даже предлагали свои слуги фрилансера на бирже фриланса Upwork. Не волнуйтесь, речь об этой бирже в этом видео не пойдет. Она уже всем надоела, да и многими нелюбимая, в том числе мной. Но как отправная точка, чтобы понять ситуацию на рынке труда в сфере программистов, очень даже подходит. Я настоятельно рекомендую вам зайти на платформу и посмотреть, сколько взимают в час специалисты вашей области. Upwork сразу выведет вам top rated, то есть фрилансеров с самым лучшим рейтингом, самых популярных. И вы увидите, что их ценник варьируется 30-40-50 долларов в час, если мы говорим о специалистах с Восточной Европы, и 80-100 и выше долларов в час, если мы говорим о специалистах с Штатов. Возьмем сценарий, при котором вы получаете 50 долларов в час. Вы предлагаете свои услуги фрилансера на платформе, вы работаете 8 часов в день и получаете 400 долларов. Звучит неплохо. Но не забывайте, что Upwork и схожие платформы фриланса отслеживают, как вы проводите время. Отслеживается активность мышки, клавиатуры, снимаются скриншоты в рандомное время, и эти 8 часов вы реально должны работать. Вы получаете свою оплату согласно трекингу времени. Если вы работаете на износ, работаете по 8 часов в день, 20 рабочих дней в месяц, вы можете рассчитывать на заработок 8 тысяч долларов. Звучит солидно. Но не забываем, что еще раз вы под микроскопом, отслеживается каждое ваше телодвижение, и у вас есть паузы между проектами, потому что один проект закончился, пока вы нашли другой, начали работать над ним, потеряли время. И что немаловажно, платформы фриланса взимают комиссии за то, что они выступают посредником между вами и заказчиком. Поэтому сказать 8 тысяч долларов, это было бы таким оптимистичным сценарием. Я бы сказала, что реально вы можете рассчитывать, если вы хорошо вкалываете, на 5 тысяч долларов в месяц в среднем. И при этом я скажу, что Upwork это дешевая платформа фриланса. Есть для программистов более качественная платформа, и о них я записывала видео, посмотрите его, такие как Gun и TopTel, где вы можете рассчитывать на лучший заработок. Но все же они тоже отслеживают ваше время по трекингу, вам это также вкалывать. И есть комиссии, которым надо платить 15-20% с вашего заработка. Что же выступает альтернативой, чтобы ваш труд был адекватно оплачиваемым, и при этом вы не терзали себя часами перед экраном? И альтернативой выступает удаленная работа. Когда вы становитесь сотрудником компании, подписываете договор на полгода, год и более, у вас появляется уверенность в завтрашнем дне, у вас появляются гарантии, привилегии, и заработок при этом или такой же, или даже выше. Я знаю случаи, когда программисты работали и по 20 часов в неделю, получая те же деньги, что они бы получали на Аформ, если бы работали 40 часов в неделю. Почему? Когда вы работаете на компанию, нет уже трекинга времени. Порой есть созвоны, и в конце видео мы поговорим о том, как, на каких компаниях искать работу, чтобы вот этих всех бюрократических моментов было поменьше, на них не тратить время. И у вас появляется возможность, если вам интересна, иммиграция за границу. Давайте по порядку. Где искать такую работу? Начнем с сайта Stack Overflow. Если вы программист, наверняка знаете об этом онлайн-сообществе, где вы можете задать вопрос, ответить, поделиться строчками кода. То же касается GitHub и Code Project, идите в эти онлайн-сообщества и смотрите, чем заняты программисты. У сайта Stack Overflow есть целый раздел для поиска работы. Вы можете отсортировать по желаемой вам оплате. Возьмем, к примеру, 60 тысяч долларов в месяц. И это, я бы сказала, будет относительно низкой планкой заработка программистов в Штатах и в Европе. И отсортируйте, если вам интересно, только remote. Вы можете посмотреть на работы, которые предлагаются только удаленно. Если же вам интересен переезд, вы можете найти компании, которые предлагают paid relocation, то есть вам оплатят перелеты и другие траты, связанные с этим. А также есть компании, которые предлагают visa sponsorship. Компании, которые готовы взять на себя эту ношу подготовки документов, чтобы вы могли легально переехать и работать у них в офисе. Эти все позиции на сайте обозначены. Выбирайте свою специализацию и смотрите. Смотрите, какие минимальные требования, смотрите, какие желаемые требования. Желательно подходить под оба блока. И отправляйте свое резюме. Как видите, вакансии на этом сайте предлагают работу от 60 долларов до 100, 120, 140 тысяч долларов в месяц. Это оплата, если мы говорим о рынке США. Это вполне реальная оплата, которую вы даже как удаленный работник можете получать. Следующий сайт, который советую вам как программистам рассмотреть для поиска работы, называется remote.io. С названием ясно, что это платформа, которая предлагает работу только на удаленной основе. Здесь, как и со Stack Overflow, публикуют вакансии хорошие компании, с хорошей репутацией и с адекватной оплатой труда. На remote в основном это рынок США. Если на Stack Overflow там порой Европа была, здесь в основном Штаты. Прочтите все требования. Не забывайте, что перед тем, как подаваться, надо убедиться, что вы подходите к компании. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что не только профессиональные навыки, которые напрямую связаны со знанием языков, запрашиваются, а как дополнительно, чтобы у вас был опыт, к примеру, с такой методологией, как Scrum. Scrum — это система, которая помогает, по сути, эффективнее работать. Если вы программист, я настоятельно рекомендую вам, если вы еще не работали, поработать со спринтами, со системой Scrum, ознакомиться, понять систему Agile, если вы еще об этом не слышали, потому что это все популярно в Штатах. И если вы хотите быть конкурентоспособным программистом, вам надо знать не только ваши языки, но и такие системы. Следующий сайт, на котором вы можете искать работу, называется Monster. Но, в отличие от предыдущих двух сайтов, этот сайт уже имеет в себе базу работ во всех специализациях, не только для программистов. Поэтому вам надо будет поиски вести конкретнее в вашу специализацию и посмотреть, чтобы отсеять большинство других вам нерелевантных вакансий. В отличие от предыдущих сайтов, здесь уже удаленки намного меньше, вам надо будет покопаться, чтобы найти удаленку, но есть хорошие позиции, которые снова-таки предлагают адекватную оплату и предлагают remote работу. И другой сайт, схожий с Monster, это Indeed, также крупная платформа для поиска работы. Это те сайты, где вы можете найти вакансии, как программист, в компании с установленной репутацией, а не какой-то разводняк. Если вам интересна какая-то определенная компания, не ограничивайтесь только этими сайтами. Идите на сайт той компании, которая вам интересна. К примеру, пойдите на сайт Slack, если вам интересна эта компания, наверняка вы пользовались ее продуктом. И посмотрите, компания предлагает в разделе Careers более 100 разных вакансий. Найдите, есть ли ваша специализация, посмотрите, где ее предлагают в офисе или удаленно и отправляйте свое резюме. Теперь давайте поговорим, насколько реально получить работу в зарубежной компании с круглым чеком, если вы программист Восточной Европы. Краткий ответ – реально. Развернутый ответ – если вы только начинаете и у вас еще нет даже двух лет опыта, ваши шансы мизерные. Сначала идите на платформу фриланса, нарабатывайте опыт, портфолио и только тогда рассматривайте вот такие варианты удаленной работы. Как правило, если вы посмотрите описание, вот такие requirements, minimum requirements, требования минимальные, которые нужны сотруднику, это 5 лет опыта. Поэтому сначала нарабатывайте свой опыт. Когда вы уже чувствуете уверенность, что вы уже из junior становитесь более таким солидным senior, подавайте резюме через те сайты, о которых шла речь. Но будьте готовы к тому, что будут тесты, будет несколько раундов и вас попросят профессиональный навык подтвердить. С вами будут говорить на английском, вам надо будет уметь рассказать о себе, поэтому вам надо нарабатывать свой английский язык на уровень upper-intermediate. И вам надо быть готовым к тому, что этот процесс займет время. Что это не так, что вы отправили резюме и уже на следующий день вам назначили интервью, а как правило, это может растянуться и на месяц. Но главное тут не опускать руки, а подавать и подавать аппликации. Чем больше резюме вы подадите, тем больше шансов. И пока вы подаете резюме, получаете отказы, пусть это вас не обескураживает, а работайте, понимайте свои ошибки. И, к сожалению, с моего опыта, моих многочисленных друзей-программистов им отказывали в основном из английского языка. Даже вот на такой платформе фриланса TopTown программисты не могли пройти, потому что они смогли пройти интервью на английском языке. Поэтому тренируйте свой английский язык. От вас никто не ожидает, что вы будете бегло говорить, без акцента, без ошибок. Вы программист с другой стороны. Ясное дело, что у вас будут какие-то грамматические огрехи, акцент. Это не так-то важно. Важно, чтобы вы могли донести мысль и чтобы вас могли понять. Делайте выводы после каждого интервью и не сдавайтесь. Также будьте стратегом. Начните поиск работы с сайтов Stack Overflow и Remote, потому что на этих сайтах вам будет легче, как программисту с Ассоцией Европы, найти работу. А если мы говорим о сайтах Monster и Indeed, да, там тоже очень много лакансий, но там вы уже будете конкурировать с программистами США, Канады. И, как правило, такие компании, даже если они предлагают удаленную работу, требуют, чтобы у вас было разрешение или чтобы вы проживали в той стране США или Канады. Если вы уже в Штатах, в Канаде, вам проще. Если вы находитесь в своей стране, тогда ваши шансы практически минимальны. Также подавайтесь не на все компании, особенно если у вас там только до 5 лет опыта. Я понимаю, что есть амбиции работать на Google, Facebook, но сначала все-таки поднаторейте в своей специальности и затем уже покоряйте новые вершины. А на вот этом этапе я советовала бы вам рассматривать стартапы. И перед тем, как вы предъявите мне контраргумент, что стартапы, они и сами еле-еле сводят концы с концами, как там заработать, скажу, что есть стартапы зеленые. Но стартап это не обязательно компания, которая вот только-только начала свое функционирование. Стартапом может быть предприятие, которое на рынке уже несколько лет, и важный момент, у которого есть финансирование, которые получили инвестиции. Они об этом будут указывать в строке о компании. Желательно, чтобы у них уже был secure funding, то есть гарантированное финансирование на несколько лет вперед. Тогда вы можете спокойно подаваться и рассчитывать на оплату в несколько тысяч долларов в месяц спокойно. Потому что эти компании, у них уже рассчитано, что там программисты, они платят 5-7-8 тысяч долларов в месяц на год вперед, а то и 2, и 5. В пользу стартапов также скажу, что это, как правило, небольшая организация, до 50 сотрудников. Поэтому меньше внутренней бюрократии, меньше созвонов и меньше микроменеджмента. Когда над вами один менеджер, а над ним другой, и третий, и четвертый, это вся иерархия, забирает очень много времени. Много созвонков, совещаний. Я думаю, вам, как программисту, это неинтересно. И в таких стартапах, как правило, лучше отношения. Меньше чисто формальностей, больше человечности. Но это такое отступление. Если вам интересно попробовать себя, когда у вас больше свободы, но в то же время и больше ответственности, рассматривайте стартапы. Чтобы мои будущие видео были более предметными, отпишитесь в комментариях программистами, и какого рода, какой специализацией вы являетесь, чтобы я могла лучше понимать свою аудиторию. Давайте подведем итог этого видео, чтобы у вас был план к действиям. Если вы только начинаете, да, и если вы уже senior developer, посмотрите, какие есть вакансии и какие требования. И не только основные требования, но и второстепенные, которые по желанию. Но если они у вас есть, тот же скрам, о котором мы говорили, вам будет намного проще получить работу вашей мечты. Проработайте ваш английский, чтобы вы могли пройти интервью и не вгоняли себя в краску. Подготовьте свое резюме, посмотрите, у меня есть видео на эту тему, где мы вместе с вами его пишем. И прошу вас, не расстраивайтесь, если вы получили отказ. Учитесь на ошибках и подавайтесь снова. У меня есть очень хороший друг, который часто набивал шишки, в итоге нашел работу. И он работает буквально 4 часа в неделю, зарабатывая 7000 долларов в месяц. Поэтому все возможно, все реально, главное не опускать руки и смотреть мои видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные прикладные видео. И до новых встреч!